Более 6 тысяч подростков с июня по август работали на предприятиях Тверской области. Такие итоги летней занятости школьников этого года были озвучены на очередном заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Все подробности в первом материале нашего выпуска. Организация временной трудовой занятости подростков является важнейшей частью подготовки будущих кадров для предприятий и организаций региона. Это также воспитание детей на основе уважения к труду, возможностей для выбора школьниками будущей профессии. С этого заявления, открывая очередное заседание областного правительства, начал губернатор Игорь Руденя. На сегодняшний день перед Верхневолжьем стоит важная задача – вырастить и воспитать граждан, которые будут принимать участие в развитии региона и страны. Мы оценим ход реализации программы, эффективность мер в разрезе муниципальных образований, отраслей экономики, социальной сферы. Также мы рассмотрим предложения по развитию системы стимулирующих мер для и работодателей, и подростков, и, как мы говорим с вами, наставников. Всего в этом году на предприятиях и в организациях Верхневолжья трудились более 6 тысяч ребят, почти в два раза больше запланированного. Молодежь работала на обрабатывающих производствах, предприятиях сельского хозяйства, торговле и общепита, энергетике и ЖКХ, информации и связи. Также популярными были отрасли строительства, транспорта, туризма, лесного хозяйства. В топ-5 профессий вошли рабочий, официант, упаковщик, продавец и кассир. По словам губернатора, важно, чтобы подростки получили первый опыт профессиональной деятельности в приоритетных для Тверской области отраслях, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, туризме, сфере информационных технологий. Заметный существенный рост выплаченной заработной платы молодежи. Это видно и по налоговым отчислениям, и по уровню объема выплат. Это официальная заработная плата, которую получают наши молодежь при летнем трудоустройстве. Второе, что очень важно, отметить, большее количество предприятий во внебюджетной сфере участвовало в этом проекте. И мы видим существенный рост. Отдельно глава региона подчеркнул роль наставника в формировании у подрастающего поколения мотивации к труду в дальнейшем профессиональном развитии ребят. Игорь Руденя отметил, что уже в школе следует создавать условия для профессионального самоопределения детей. Губернатор поручил Минобразование региона проработать вопрос о введении в Тверской области дня трудовой ориентации школьников. Добавим, что сегодня на региональном уровне расширены меры поддержки предприятий, принимающих на работу школьников. С прошлого года работодателям, которые берут на работу ребят в возрасте от 14 до 18 лет, возмещают 50% затрат на заработную плату. Компенсацию могут получать как коммерческие, так и бюджетные организации.